Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, и мы готовы представить вам головные подзеи этого тыдня у материалах наших корреспондентов. Глядите в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представниками громадскости, белорусскими замежными журналистами. Как интересно, удумливо и профессийно для строя самая перспективная тенденция развития белорусской навуки. Говорка об этом шла подчас семинаров для представников прессы, организованным Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Гомельского облвыконкама. Своё профессийное свято на этом тыдне отзначили представники одной из самых редких профессий – ювелиры. Про особливости этой кропотливой справы расскажет герой нашей рубрики «Актуальное интервью». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представниками громадскости, белорусских и замежных СМИ. Мероприемство прошло в поширенном формате под огульной назвой «Великая размова с президентом». На встречу запросили так само шматривших экспертов у разных сферах экономики. Своими меркованиями об закранутых у размове темах с нашими корреспондентами поделились представники гомельской навуки и вытворчасти. «Великая размова с президентом начинается с пытанью, якие керавнику державы задают не непосредные, а удельники диалогу о жихарах разных городах Беларуси. Пытания самые разные – от подтримки фермерских господарок до працевладкования молодых специалистов. И еще одно, якое цекает у всех жихаров Беларуси – рост зарплат и повеличение пенсии. Александр Лукашенко бачит только одну реальную махчимость. «Заработная плата и пенсии могут увеличены быть только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Формула, по-моему, одна. Я тут ничего нового придумать не могу. Так складывается, вся жизнь не будет складываться. Это, говорю, ответственно». Александр Лукашенко – перакананы. Сяредняя зарплата у 500 долларов – это тое минимум, який держава повинна да помахчы человеку отрымать. Але это не значит, что на месяцах не повинны имкнуться заработать самостоятельно. Керавник державы нагадывая, мы живем у рыночной экономицы, але у нас вельми шмат льготников. Сегодня значная частка айчинной продукции мае вельми высокий себе кошт, что не дозволяе выплачивать значные зарплаты. Бодай, самое рациональное выяснение – переход на выпуски новоцинной продукции с высокой добавленной вартостью. Але по культу кипадыход назирается далеко не на усих предприемствах. И тому есть причины. «Очень правильно затронут был вопрос, вот относительно чего. Что сегодня мы действительно имеем довольно много льгот. И очень многие рассчитывают на их получение. И опыт других стран, он зачастую говорит о том, что при таком подходе и субъект хозяйства, и регион, допустим, которому предоставляется льгот, он несколько демонстрирует такие иждивенческие настроения. То есть если я не смогу, значит мне окажут поддержку. Все равно кто-то развивается лучше, кто-то хуже. Цель государства, в общем-то, чтобы дифференциация была минимальна, поэтому поддержка эта будет обеспечена. И вот в этих условиях действительно важен очень такой адресный подход к предоставлению льгот действительно тем, которые в этом нуждаются, и которые действительно могут обеспечить внедрение инноваций, которые не являются новыми, допустим, для данного предприятия, а действительно являются новыми для рынка. Большая частка питаний у подчас великой размовы с президентом тычилася экономичного блоку. Модернизация вытворчастей и новые рынки – сегодня это приоритетные накерунки для белорусских предприемствов. Тем более, что становочие приклады есть, и их немало. От партнеров акционерного товариства «Спартак» больше 25 краин света – от Монголии до Случанных Штатов Америки. В прошедшем году мы отгрузили в Китайскую Народную Республику примерно на 500 тысяч долларов. То есть можно сказать, что это открытый рынок, который мы нашли. Целый год мы вели переговоры по контракту, и мы его подписали. И отгрузки осуществляли порядка 135 тонн. Мы подписали контракты с Ливаном, с Вьетнамом, и осуществлены первые поставки туда пробные. Если говорить уже про этот год 2017, то уже буквально за этот месяц, который прошел, у нас подписан новый контракт с Ираном. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Год науки, объявленный Беларуси, – это не только стимул для ученых больше активно заниматься доследованиями и распроцовками. Великая отказность ускладена и на журналистов. Цекава, удумлево и профессийно адлюстровывать самые перспективные тенденции развития беларуской науки. С этой метой областным центром прошел семинар для представников прессы, организованный Головным управлением медиалогичной работы, культуры и по справах молодежи Гомельского обл. Ваканкама. Станом сучасной науки, поцекавилася Марина Джалая. Не просто теоретичная развага и сухая информация. Могчимость оценить науковый плен у его прикладных выражений. Вот что было самым цикавым у семинара, який, напевно, больше докладно можно назвать экскурсией. Подшализм института лесу, где уникальной наукоемисты з'является кожная лаборатория. Тут, например, дякуючи применению биотехнологичных методов, вырошивать клонированные древы, осины, тополи, бярозы, сосны, ясени, дубы. Каштонные породы для древа, працучивы творчасти. С одного клону можно отрымать до 10 тысяч саджанцев. Процесс скрупулезный, але в будущем породы будут иметь только высокоякосную дравнину. Для этого в институте глобально займаются вывучением генетики древ и рослин, устойливых дошкольников альбо негативного уплыву на вакольнага сяродзе. Вот такая геномная машина, яка каштует около 130 тысяч долларов, одночасово может распознать до 30 тысяч генов. В этом году мне был выделен персональный грант на проведение научных исследований, связанных с повышением устойчивости лесных древесных растений к различным заболеваниям и внешним факторам. Как вы знаете, эти свойства зачастую генетически обусловлены и передаются по наследству. Поэтому, используя наши методы, мы можем проводить раннюю диагностику и отбирать те растения, которые в будущем будут более устойчивы к различным видам заболеваний, даже к тем заболеваниям, которые к нам скоро должны прийти. Как вы знаете, в связи с изменением климата к нам приходят новые болезни, новые вредители. И вот нам надо уже заранее вывести те растения, которые были бы уже готовы к данной проблеме. Наступный объект – лаборатория практичного навучания Гомельского Державного Медицинского Университета. Вот это учебные модули, кошт яких вагается от 10 до 18 тысяч долларов. Симуляторы вельми подобные на людей. Тут и рытышные виды проверяются на практице. Модули реагуют на все манипуляции, а динъекции дала пароскопичной операции абсолютно реально. Компьютерная программа фиксует любую помылку студентов. По коль от этого залежит только от знака, а в будущем – житет человека. На тренажере сердечно-легочной реанимации студенты отрабатывают расширенные навыки по СЛР сердечно-легочной реанимации, в ходе которых они оценивают исходное состояние пациента, они это могут видеть на мониторе, принимают решение, как и каким образом будут оказывать медицинскую помощь, и непосредственно ее выполняют. Так само в этот день журналисты наведали в Гомельске навыково-технічный центр комбайна-будавання, який селит означает 70-годовый юбилей. Починали с невеликого конструкторского бюро, а зараз тут распрацовывается техника опошних поколений. Комбайн на газовом руховику по заказе «Газпрама», специальные варианты сборжа уборочных машин для краин Африки и початка уборочной машины для Российской Федерации. Это только некоторые практичные накерунки, которыми сегодня занимаются в Гомельском центре комбайна-будавания. Одночасовая с распроцовкой сучасных узоров для Гомсельмаша и айчинного агропромислового комплекса – значная увага экспорту. Новые направления – это хлопкоуборочные машины, это початка уборочной комбайны, это модельный ряд косилок самоходных, это модельный ряд прицепных картофель-уборочных комбайнов новых поколений, а также и зерноуборочные машины. Опошним пунктом насыщенной программы стала пресс-конференция, какая прошла у Гомельским технопарку. Такая пляцовка была обрана недарма. Технопарк – подтверждение того, что макропоспехов сегодня могут досягнуть не только буйные конструкторские бюро, а и представники микробизнеса. В уголе головная задача – допомога резидентам у практичной реализации распроцовок. Сегодня технопарк предоставляет своей площади больше к 20 компаниям. Наши резиденты демонстрируют хорошие темпы роста экспорта, причем экспорта услуг. За 2016 год объем экспорта состоял почти 2 миллиона долларов. Считаю, что это достаточно серьезный результат, если учитывать, что, как правило, резиденты технопарка – это небольшие компании, которые самостоятельно реализуют свои проекты. На подтримку навыково-доследших работ все лето плануется выдатковать 17 миллионов рублей. Отповедные сродки предуглежены у инновационного фонда Гомельского облака НКМА. Их потратить на реализацию проектов, новых для республики, цивуху лесу светной экономики. Марина Джалая, Олег Сюнцеров, Валерий Гапанько, телеродо и компания «Гомель». Подведение выников социально-экономичного развития и новая областная инвестиционная программа. А самым важным у экономичного життя региона на этом титре наш наступный материал. На этом титре на сессии Гомельского областного совета депутатов подведены выники реализации летошней инвестиционной программы и затвердены основные накерунки выкарстанья бюджетных сродков у гэтым годзе. У вогулі головная задача областной программы – повысить эффективность выкарстанья сродков областного бюджета на потребы капитального будавництва и сконцентровать их на найбольш значных объектах. У миналом годзе на реализацию областной инвест-программы плановалось накерувать амаль 118 млн. рублев, але в реальности гэта лечба оказалась на чверц боч. Гэта стала махчымом у вынику реализации областного бюджету и додаткового выделения сродков. По гэтой же причине, сё летняя сумма – 131 млн. рублев на сессии, названная некочатковой. На протягу года она может быть так само поэлечена. Самые значные расходы в рамках инвест-программы продуглежены на будавництво объекту у сферы жилево-коммунальной господарки и реализацию мероприемства по хове новокольного сяродзе. 14 млн. рублев пойдет на реконструкцию молочно-товарных ферм и будавництво новой птушкофабрики у Ветковским районе. А прича того сяродь приоритетов программы – реконструкция детячей областной клинической больницы в Гомеле. До речи, в минулом году на этот объект было накеровано свыше 24 млн. рублев в 5 разов больше запланованного. В целях улучшения качественной медицинской помощи населению настоящей программой предусматривается направить 20 млн. 100 тыс. рублей. За счет данных средств будет продолжаться строительство объекта реконструкции детской областной клинической больницы в городе Гомеле, строительство которой начато в соответствии с поручением главы государства. Завершение реализации инвестиционных проектов – основная селетняя задача и для целлюлозно-паперовой глины. Как поведомил сочиня концерна «Беллеспаперопрам» Юрий Назаров, запуск завода сульфатной белиной целлюлозы у Светлогорску запланованный на этот год, что год на предприемстве будет перепрасовываться больше 2 млн. куб. метров до равнины. Другий важный проект, где так само планируется завершить селета – организация вытворчасти «Кордона» на базе филиала «Добрская паперовая фабрика Герой прасы». Модернизация вытворчасти застается сярод приоритетных задач и для предприемцев Гомеля. На минулом тыдне гэтая тема разгляджена на пасядженне Гарва Конкама. У вогули экономичная ситуация областным центром достатково стабильная. За семи основных метовых показчиков летось выкананы шесть. Сярод их – экспорт товаров и послуг, промызамежные инвестиции, показчик по энергосбераженне, а так само прасовладкование грамадян за кост сварения новых прасовных местов. До речи, опошнень был перевыканан усяго за три первые кварталы. У вынику, узровень беспрацовья на початок 2017 года склау 1%, при том, что прогнозная лечба была у два раза большей. Годные показчики по развитию приватной инициативы. Детось у Гомеля заявились из выше 400 новых предприемцев, причем они створались практически в усих сферах. У тым леку высоких технологий, гэта один из лепших показчиков сярод областных центров. Але есть резервы и для дальнейшего росту. Великие надеи складаются на створенный в минулом годе инкубатор малого предпринимательства и еще один из показчиков. Номинальная наличная середнемесячная с зарплатом и она склала около 690 рублей. Работа над повышением помера заработной платы будет одним из головных приоритетов и в этом году. Перед городом стоят еще задачи, решения которых необходимы и в текущем году. Это, прежде всего, сокращение издержек производства, рост экспорта. И, конечно, задачи, которые поставлены перед нами руководством страны, рост благосостояния населения. И именно эти задачи мы будем ставить в качестве приоритетных на 2017 год. Гомельщина – один из лидеров Украины по снижению колькости пожаров и загинавших на их людей. Головные выники работы в минулом году огучили на коллеги областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Высокую позицию регион займает другой год запор. В 2016 году колькость пожаров снизилась больше на 9%. При этом на их не загинуло ни одно дитя. Пожарные повещальники вырытывали 39 жития, у тем лику 5 дитяших. А вот сами вырытовальники сберегли от рагеды больше 100 человек. Подтримание высокого профессионального узровня супрацовника у нагляд за выполнением законодательства пожарной биоспеции и профилактика. У всех это разом и дозволило полепшить статистику. Особная роль належит надзиральным комиссиям. За 5 годовых работ и колькость узгорания в регионе снизилась о малю двоя. На сегодняшнем этапе говорить уже новая форма, она разработана и внедрена. И в этом году это в первую очередь, где произошла трагедия, в каком районе. Туда выезжают все областные субъекты профилактики. Они дают оценку каждой деятельности, каждого районного субъекта профилактики, заслушивают их. Если видна недоработка, то соответствующие меры реагирования как должностным лицам, так и недопущение этих всех трагедий, они применяются на местах. Головной причиной возникнения пожаров по-ранейшему состоится неосторожное обыходжение за огнем при курении. Наступное у рейтингу – порушение правилов корыстания пяшным оттеплением и электроприборами. А наибольшей частыми охвярами властной неосторожности становятся непрацующие и пожилые люди. Рызыка возникнения надзвичайных ситуаций повышают морозы. Супрацовники МНС вертаются до насельства с просьбой быть осторожными и выполнять правила пожарной безопасности. Гомельские судовые эксперты в минулом году провели свыше 47 тысяч экспертиз. Это и другие факты огучили в региональном управлении, где прошла выниковая коллегия. Специалисты по судовой экспертной деятельности доследовали омаль 17 тысяч места уздарению. При этом ни одна процедура не была выконана позднее за установленный термин. Коллектив управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в прошедшем году работал в напряженном ритме. Самый важный момент, который хотелось бы отметить, что все экспертизы выполнены в 30-дневный срок, а исследования в 15-дневный срок. Это достойный результат работы всех сотрудников управления. Большоперативной работу судэкспертов заробила сучасная техника, набытая в минулом году. Хроматомаспектричная система проводит анализ наркотичных и психотропных речев. Для пораунания ранений, которые материалы накировали в Минске и чекали выник некольки тынёв. Зараз анализ проводят на месте. На это потребно усяго 40 филин. Раньше мы определяли довольно ограниченный спектр соединений. Сейчас мы можем определить фактически всё. В том числе спайсы, различные лекарственные препараты, разрешённые контролируемые бороды и так далее. На сустрече так само огучили планы и на этот год. Становочие тенденции треба не только заховать, але и полепшить. Всё лето эксперты протягнуть, скорочать термин проведения экспертиз и повышать их якость. Своё профессийное свято на этом тыне означали представники одной из самых редких профессий – ювелиры. Свято довольно молодое, установлено усяго 8 годов тому. До речи алмазопрацовка у ювелирной галине Беларуси существует 44 года. Его народжения связывают с загранкой первого бриллианта на заводе «Крышталь». Ювелир, который володая уникальной техникой на этом тыне, стал героем рубрики «Актуальное интервью». Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вопросы пока подождут. Первым делом хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Пожелать вам творческого вдохновения. Пусть любое дело спорится в ваших руках. Ну, и ваши глаза пусть съеяют от счастья не хуже, чем бриллианты. Спасибо большое. Сергей Анатольевич, в чём всё-таки заключается ваша работа, ваши обязанности? Что приходится делать руками каждый день? Ну, в частности, в мою обязанность входит закрепка в ставок драгоценных, полудрагоценных. Это, если не последняя, то одна из завершающих операций. То есть после изделия уже только полируется и отправляется к потребителю. Основный рабочий инструмент у нас, как правило, это руки. Ну, и плюс небольшие приспособления. Это вот как тиски для закрепки, чтобы удержать само изделие. Расскажите нам, пожалуйста, вот как раз-таки сегодня, сейчас вот над каким изделием работаете? Бриллиантовое кольцо с полудрагоценной вставкой. Если вспомнить, скажем, самое дорогое, над которым вам приходилось работать, вот что это было? Как-то приходилось крепить полтора крата бриллианты. Камушек такого размера стоит примерно как двухкомнатную квартиру. А сколько, скажем, в день вот подобных украшений проходит через ваши руки? Ну, в зависимости от сложности изделия, от порядка, ну, 20 в среднем изделий можно закрепить в день. Сергей Анатольевич, ну, я так понял, что ваша профессия сродни профессии хирурга. Одно неосторожное движение и вся работа на смарку. Правильно я понимаю? Совершенно верно, да. Как правило, довольно сложно исправить. Потом, если что-то где-то немножко подпортишь, исправить уже довольно сложно. Ну, в нашем производстве освоены все виды закрепки, драгоценных и полудрагоценных вставок, которые существуют. Есть уникальные, которые приходилось вот специально ездить, в частности, в Армению. Это по швейцарской закрепке осваивать новый вид. Это довольно трудоемкая работа, и ее немногие, несчитанные люди у нас в стране могут осуществлять такие виды работы. И вы один из этих людей. Да. Сколько примерно таких? Ну, около пяти человек. Во всей стране? Ну, думаю, да, но неизвестных. Сергей Анатольевич, ну, наверное, в детстве мечтали, как и все дети, стать космонавтом, тем же, может быть, врачом. Вот на своем примере расскажите, как становятся ювелирами? Кем мечтал в детстве стать, это я уже заструдняюсь сказать. Образование получил, экономика управленческая. А на ювелирку попал довольно-таки случайно. Производство создавал в 93-м году, а в 94-м мне товарищ пригласил попробовать, как получится. Ну, вот получилось, и довольно неплохо получается до настоящего времени. А сколько лет уже вот в итоге в этой профессии, скажите? 23 года. За это время не успели пожалеть о своем выборе? Нет. А чем вас привлекает эта профессия? Чем она вам нравится? Чем по душе? Ну, тем, что создаешь красивые вещи. Сергей Анатольевич, ну а что дарите своим близким на праздники? Родным? Ну, изделия. Я сделаю изделия, и, как правило, уже хочу, чтобы это попало кому-то из близких и родных. Интересно. Наверное, этот подарок еще более ценный, потому что он сделан именно вашими руками. Естественно. Здорово. Что ж, Сергей Анатольевич, спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, что посетили нас, обратили внимание на нашу работу, на наше производство. Хотелось бы тоже поздравить всех коллег, всех, кто связан с этим делом, с производством, не только у нас, но и в мастерских с праздником, пожелать успехов, процветания и создавать, как можно, больше красоты, красивых изделий. А зараз до новинного культурного життя Гомельщины у Палацы культуры Чигунышников на этом тыдне заслуженный коллектив нашей краины – Национальный академичный оркестр Республики Беларусь под керавництвом головного дирижера Михаила Финберга представил юбилейную концертную программу «Шлягеры на все часы». А в областном доме наученцев и работников установ профессийной эдукации отбылась церемония узнагороджения переможца у 4-го областного конкурса по патриотичным выхованию спадшина. Больше подробязно про это и иншие подеи Гомельщины. Культурный огляд. Вероники Ворошилины. Этот день на Гомельщине был пособливым ушедром на культурные подеи. Боя одна из наибольшим масштабных и знаковых отбылась у Палаца культуры Чигунышников. Тут, с оправдой, неполторной и запоминальной музыкальной программой выступил Национальный академичный концертный оркестр Республики Беларусь под руководством народного артиста нашей страны, главного дирижера Михаила Финберга. В этот вечер гучали проникненные, эстрадные, запальные джазовые композиции, добровядомые разным поколениям. У Гомеля артисты Национального академического оркестра подставили новую концертную программу «Шлягеры на все часы». Своясабливый музычный микс знакомитых, айчинных и замежных композиций у оригинальной аранжеротцы и выключена у живым выконанне. То, что за все доактуально и за потребованием слухачом. За дирижерским пультом на протягу сего вечера народный артист нашей страны, мастерский руководитель и главный дирижер заслуженного коллектива Михаил Финберг. Его деятельность отзначена шматрикими узнагородами и премиями, как в Беларуси, так и далеко за ее межами. До того ж маэстр наш земля – аккуратженец Мазырского района. Под керамнистом Михаила Финберга працуются праводные профессионалы, артисты, які своим мастерством покарыли миллион слухачоу. Варта отзначат беларусские городы и наша национальная музыка у гастрольных турах зауседы у приоритете. Достаточно сказать, что мы в Беларуси проводим только 21 фестиваль в маленьких культурно-исторических центрах Республики Беларусь. Это многие города даже и в Гомельской области. В первую очередь это города, которые нам нужно всем защищать, помогать, уважать. Это город Ходники, город Чечер, где мы были уже по 17 раз. 17 лет. Я думаю, эта цифра красноречиво говорит о том, что очень большие серьезные показатели. На этих фестивалях каждый год только новые фестивали, которые рассказывают о истории беларусской музыки на этой территории, куда мы приехали. А в Гомельске областным доме наученцев и работников установ профессиональной адукации отбылась церемония ознагороджения переможца четвертого областного конкурса по патриотичному выхованию спадщина. Все лета он был накерован и еще и на популяризацию профессиональной адукации сирот конкурсантов, будучи поверцы, рульники, наставники, музыканты, будовники и представники инших профессий. Об своей праце он рассказывал из допомоги поэзии, хорографии, истории, а так само пресс-ауторские рукотворные и доследшие работы. Сирот переможца в пяти номинациях Лоевский педагогичный колледж, Рыжицкий аграрный колледж, Рогачовский профессионально-технический колледж, Будовников, Гомельский профессионально-технологичный и Приборский аграрно-технический лицей. Дали возможность ребятам показать вообще, как они влюблены в свои профессии, чем они вообще занимаются, историей своих профессий. Ребята предоставляли династии свои трудовые, либо педагогов династии, те учреждения, в которых они учатся. И учреждения образования предоставляли систему работы профобразования вообще, то есть профориентацию, как они приглашают будущих учащихся, которые будут учиться у них, и как они работают с теми учащимися, которые у них уже учатся. У Гомельским городским центром культуры на этот день отбился 4-й республиканский конкурс сучасный хореографии «Танцовальный выбух» и он объединялся линовитых удзильников самых разных подкоров региона и Беларуси. Конкурсная программа была представлена усими мягчимыми накерунками сучасного танца, от стрит-дэнца, цена кшкажуча в уличные танцы, до контемпорары, які включаются обе самые разные хореографичные направки. Имидж, техника, композиция. А в Гомельском державном театре «Лялик» отбылась премьера неординарного спектакля «Плих и Плюх». У вазе юных даруслых театралов проставили комедию з элементами чорного гумару. У основы спектакля лёг однаеменно в мрастышной верш немецкого поэта Вильгельма Буша. У гэтым творы распавядаются о прыгодах двух чанюков «Плиха и Плюха», а так самых маленьких уладальников – братов Павля и Петра. У першыню верш был опубликован в 1882 году и лишится классика десятшей литературы. На думку режиссёра Юры Дзявакова, спектакль различный на дятсей во взросле от 7 годов. Однако батькам варта быть подрыхтованными до того, что постановка подаётся унизу симвзвыклым для их формате. Тут нема малюничих декораций, на сцене панует атмосфера пауз мроку, специфичных визуальных и гуковых эффектов. Наступный день на Гомельшине так само обязает быть богатым на культурные подеи. У Гомельским городским молодёжным театры пройдёт спектакль про опошнее кахание Бориса Пастернака «Калю любить поэт». А в Гомельским громадско-культурном центре отбудется другий международный фестиваль святла – Гомель-Лайтфест. Организаторы мероприемства обьяцают яскравое масштабное видовищное шоу. Сочиці за культурными подеями разом з нами и будьте в курсе усяго самого цікавого. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Заставайтесь на канале «Беларусь-Шаттеры Гомель». «Беларусь-Шаттеры Гомель»